В эфире новости Анапа-региом, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Пытаемся провести что-то новое и показывать то, что у нас лучшее. Чем земля Анапская богата? Товары наших производителей получили высокую оценку на агропромышленной выставке в Краснодаре. Все течет, все меняется. Пора уже наводить порядок. Новая жизнь старого двора. На улице Терской начались работы по демонтажу незаконно установленных гаражных боксов. Защитники отечества и защитники рубежей. Казачий сполох. В ВДЦ-смена стартуют финальные этапы Всероссийской военно-спортивной игры и спартакиады допризывной казачьей молодежи. Сегодня мы празднуем День Учителя. Накануне лучшие анапские педагоги были награждены знаками почетного работника в сфере образования Российской Федерации. В стенах городского театра чествовали представители одной из самых важных профессий. В качестве сюрприза творческие коллективы города-курорта подготовили для зрителей музыкальные номера и театральные постановки. На плечах Ольги Казаковой лежит ответственная миссия – руководство целой школой. Должность директора успевает совмещать с преподаванием физики. Более 35 лет она воспитывает подрастающее поколение и обучает детей точным наукам. По словам Ольги Эдуардовны, система образования сильно изменилась. С появлением компьютерных технологий школьникам уже недостаточно заучивать материал из книг. Нужно учиться оперативно искать информацию, выбирать факты и грамотно работать с источниками. А поэтому нужно и перестраивать саму систему преподавания. У меня сегодня был нетрадиционный урок, я до сих пор преподаю физику, так называемый мозговой штурм. Те дети, которые привыкли быть отличниками в традиционной системе образования, в этом уроке, ну скажем так, проиграли. Потому что нужны были интерактивные знания, умение быстро работать с источниками из интернета и так далее. И дети, которые вроде бы не обладают академическими знаниями, они оказались победителями. То есть жизнь диктует свои правила. На торжественном мероприятии 10 учителей были награждены знаками почетного работника в сфере образования Российской Федерации. В школах, детских садах, колледжах и университетах Анапы трудятся более 2000 опытных педагогов. В дефиците молодые специалисты. Но ситуация уже меняется. Сейчас педагогические факультеты пользуются популярностью. Что может быть важнее профессии учитель? Это не профессия. Это призвание, которому вы когда-то посвятили всю свою трудовую жизнь. Это работа на отдачу. Это работа на благо наших детей. Работа на будущее. Будущее нашей малой родины. Краснодарского края и России в целом. Профессия учителя это самое главное, что есть в нашем обществе. Ведь вы вкладываете и формируете человека, создаете его будущее, открываете путевку в жизнь. Все, что вы делаете, это действительно мастерство и подвиг. Почетные грамоты и благодарности от Министерства образования получили 130 учителей. С профессиональным праздником педагогов поздравили лучшие анапские коллективы, подготовив концертные номера и театрализованные постановки. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. 823 предприятия участника со всего края приехали в Краснодар, где открылась агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка». Наш город-курорт представили более 20 предприятий. Глава муниципалитета Юрий Поляков поставил задачу показать все самое лучшее. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что анапские производители устриц на правильном пути и пообещал поддержку инициативам виноделов. Площадь выставочного центра около 3,5 гектаров. Это как хорошее поле. Производителю здесь легко потеряться, но только не анапскому. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил наших производителей устриц. В прошлом году они заняли первое место в кластере рыбоводства. Глава региона обсудил с представителем компании возможность выхода на рынок Российской Федерации. Вы молодцы, что вы это делаете. Вы не растерялись. Вы понимаете сегодня движение в импортозамещении. И уже его давно заместили. И я считаю, что будущее, будущее 100% у вас есть. Есть. Не будет, а уже есть. Виноделие – одна из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства города-курорта. Во многом это возвращение позиций, утерянных в последние годы советской власти, когда под флагом борьбы за трезвость вырубались гектары виноградников. Здесь небольшие производители объединились в кооператив. Они предлагают главе курорта и губернатору проводить в Анапе масштабный винный фестиваль. Подложите формат и по форме, и по содержанию. А дальше, я, конечно, ребят, это тоже может быть якорным проектом. И для Анапы, и для края. Для масок, и на еде. Лоза – это всегда немного больше, чем сам продукт. Винодел Иван Каракизиди продемонстрировал Юрию Полякову продукцию собственной гончарной мастерской. Сегодня в Анапе действует 26 винных туров, и это не предел. Гастрономически с этим прекрасно сочетаются мидии, устрицы. Даже всем привычный шашлык раскрывается по-иному. Вот этим мы должны удивлять тех отдыхающих, которые приезжают в город-курорт Анапа. У нас есть гастрономические туры, винные туры. У нас почти 26 только винных туров. То есть для тех людей, которые приезжают к нам отдыхать, мы стараемся их удивлять. И, естественно, представляя нашу экспозицию здесь восьмой раз на сельскохозяйственной ярмарке Краснодарского края, мы пытаемся провозить что-то новое и показывать то, что у нас лучшее. На примере тех же устриц губернатор отметил, что необходимо не просто помогать каждому предприятию, а создавать систему сбыта продукции. В Анапе идут аналогичным путем с поправкой на курортный статус. Эта одежда в народном стиле продается через интернет. Глава курорта пригласил ее автора на специализированную ярмарку изделий народных промыслов, которая появится в городе-курорте в ближайшее время. У ряда стендов он сделал замечание. Нужно позиционировать свою принадлежность. Анапа – это имя. У курорта есть собственный бренд, который позволит не затеряться среди конкурентов. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. На улице Терской начались работы по демонтажу трех незаконно установленных гаражных боксов. Специалисты управления муниципального контроля оказывают активное содействие и помощь владельцам гаражей в сносе объектов. Новая жизнь на старом месте. Наследники советской эпохи. Гаражи возле дома номер 190 на улице Терской уходят в прошлое, а именно под снос. Такое решение приняла межведомственная комиссия. Жители дома не скрывали радости. Мысль облагородить двор возникла давно, а вот реализовать ее возможности не было. Проблемы муниципального контроля совместно с активными гражданами и жителями установлены собственники данных гаражей. Собственникам проведена разъяснительная беседа о том, что данные объекты необходимо демонтировать. Некоторые собственники по состоянию здоровья не могут убрать и переместить эти объекты. Администрации принято решение о помощи в демонтаже данной категории граждан. Демонтаж гаража – дело трудоемкое. На помощь пришли рабочие. Они распилили два гаража и сдали на металлолом. Деньги же получили собственники. С балкона наблюдаю весь этот старый ржавый хлам. Конечно, сильно он портит вид. В свое время они уже отжили. Кажется, все течет, все меняется. Пора уже наводить порядок. Третий гараж владельцы пообещали разобрать сами. У них появилась цель – навести порядок на своей территории. Эстетика города обязывает. Убрать и порядок навести здесь, посадить, что нужно, кустики там, все. Место для зелени, для детей, чтобы могли выйти на улицу, а не для этого хлама. Совсем скоро этот двор преобразится. Здесь появятся новые тротуары, газоны, парковки, освещение. Благо, теперь пространство позволяет воплотить в жизнь все то, о чем жильцы до этого только мечтали. В поле зрения специалистов управления муниципального контроля попала и улица Астраханская. В районе дома номер 6 их внимание привлекли торговые павильоны. Как выяснилось, незаконные. Собственнику направлено досудебное требование освободить муниципальную землю. Надо отдать должное, отреагировал он оперативно. Не стал дожидаться установленных сроков и самостоятельно приступил к демонтажу. В Анапе продолжается сезон вакцинации против гриппа. К началу октября в городе-курорте уже привито более 40 тысяч человек. Из них 15,5 тысяч дети. Вакцинация – наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. Ее результатом является снижение вероятности заболевания и рисков осложнений в 3-4 раза. Из-за непрерывной изменчивости вируса гриппа вакцинацию необходимо проводить осенью, до начала подъема заболеваемости. Медики напоминают, что прививки, сделанные в прошлом году, неэффективны против нового вируса. Вакцинация маленьких анапчан проводится в детских садах и школах. Взрослые могут сделать прививку в поликлинике по адресу улица Крепостная, 85, с 8 до 16 часов в прививочном кабинете. Сельские жители – в лечебных учреждениях по месту жительства. Прививочная кампания продлится до ноября. Напомню, что завтра в Анапе проведут показательный день здоровья под девизом «Научись управлять собой». Профилактическое мероприятие начнется в 9 утра в городской поликлинике. 240 молодых казаков из 10 войсковых обществ примут участие в самых масштабных в России казачьих соревнованиях ВДЦ «Смена». Сегодня стартуют финальные этапы Всероссийской военно-спортивной игры и спартакиада до призывной казачьей молодежи. Во время состязания участникам предстоит продемонстрировать спортивную подготовку, творческие навыки, знания культуры и истории своей родины и войска. Казачество возрождено, войска созданы. И сегодня молодое поколение молодых казаков, представляя казачьи регионы, представляя казачьи войска, еще раз подчеркивает, что мы защитники отечества и защитники рубежей. В финальном этапе Всероссийской спартакиады до призывной казачьей молодежи принимают участие 9 команд. 90 юношей из 9 казачьих войск преодолеют 10 конкурсных испытаний, в которых важно проявить хорошую физическую подготовку и умение работать в команде. В этом году соревнования пройдут между участниками 2001 и 2002 года рождения. Команда из Ярославской области стала победителем в прошлом году. В этот раз они не планируют уступить первенство. Победный настрой, приехали сюда побеждать, надеемся, что победим и в следующем году наши последователи тоже одержат победу в этих соревнованиях. Несмотря на то, что очень короткий промежуток между окружным и всероссийским этапом, мы тренируемся каждый день, не менее 4 часов, выкладываем максимальные усилия для качественной подготовки. Участники игры «Казачьи с полох» преодолеют 11 конкурсных испытаний. Им предстоит проявить творческие способности, эрудицию и физическую подготовку. В 2018 году за Кубок Победителя будут сражаться 10 команд. Еще 50 молодых казаков приехали набраться опыта и смогут выступить вне зачета. Это очень большая честь, так как мы, 10 человек, представляем все уссурийское казачье войско. Это на самом деле очень большой шанс показать себя, показать, чего мы достойны, как мы тренировались, показать, что мы проводили время не впустую. Молодых казаков на протяжении двух недель ждут не только соревнования. Среди мероприятий образовательной программы, выставка уголков казачьего быта, фестиваль казачьих киностудий, знакомство с казачьими традициями во время поездки в культурный комплекс «Атамань» и настоящий казачий бал. В Анапе пройдет первенство Европы по боксу. Международное соревнование стартует на следующей неделе и пройдут в спорткомплексе «Витязь». В течение недели более 500 спортсменов из 31 страны мира будут сражаться за медали турнира в 13 весовых категориях. Возраст участников 15-16 лет. Сборная России в Анапе будет представлена 30 боксерами из 12 регионов страны, 5 из них – кубанские спортсмены. Полуфинальные и финальные бои первенства Европы пройдут 15 и 16 октября. А следующая неделя будет богато на спортивные соревнования всероссийского и международного уровня. В пятницу в бассейне спортшколы «Виктория» начнется первенство города-курорта Анапы по плаванию. А на следующих выходных стартуют соревнования по горному бегу. Их участникам предстоит преодолеть дистанцию из Анапы в Абрау-Дюрсо. 14 октября на стадионе «Спартак» пройдет очередной матч на Кубок губернатора первенства Краснодарского края по футболу. Встретятся команды Анапы и «Флайт» из Красноармейского района. Выполнить нормативы ГТО по плаванию на 25 и 50 метров анапчане смогут в понедельник на базе спортшколы «Виктория». А по бегу, подтягиваниям, рывку гири и другим упражнениям 13 октября в спортзале школы номер 5. Кроме того, анапчане будут защищать честь курорта на таких престижных соревнованиях, как чемпионат России под дзюдо, который пройдет в Грозном, на Кубке края по художественной гимнастике в Краснодаре и на чемпионате России по боксу среди мужчин в Якутске. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.